Как привить детям уважение к учителям? В школах, насколько я слышу, насколько говорят педагоги, сейчас преподаватель потерял какую-то возможность строго обратиться к ученику, чтобы вести себя подобающим образом. Но сверху спущена фактически директива, по которому детям, которые ещё неразумные, ничего не понимают, даётся свобода обращения с преподавателем как угодно. Вот беда! Я не говорю о каких-то уж телесных наказаниях, что, по-видимому, и правильно, что исключено, но есть целый ряд других наказаний. Я помню, оставляли после урока, например, что-то, вызывали родителей, разговаривали, но раньше действительно родители извинялись, говорили, примем меры. Теперь, говорят, вызовут родителя, он набрасывается на преподавателя. Вы должны воспитывать! Мы вам привезли его в школу. Вы слышите, что творится? Дома не приучают к этому подобающему отношению между детьми и родителями. Не приучают дома и не приучают в школе. А в школе что? Можно ввести же правила, соответствующие правила. Они всегда существовали, правила поведения. И мы же знаем кое-какие правила. Здесь нарушены. Если вот это, если нет ювенальной юстиции, ещё сумели отбить её с трудом, то её вводят теперь негласно, подспудно, но таким же образом, и развращают детей. Потом, конечно, влияет интернет, в который напичкан Бог знает чем. Конечно, особенно это всё то, что идёт с запада. Я помню, игумен Никон говорил, «Не дай Бог, если у нас снимут железный занавес, к нам хлынет с запада такая мразь, что я не знаю, выдержит ли наш народ это». Это милость Божия! Представьте себе, у нас кричали, «Нет, свобода слова, свобода печати!» А он говорил, «Не дай Бог!» Это атеизма! Это он говорил, как раз хрущёвщина была, гонения были! А он говорил, «Не дай Бог!» Если снимут это, сняли. И теперь мы пожинаем плоды. Это так называемая свобода. Потому что есть свобода, а есть произвол. И тогда наступает, конечно, беда.